Социальные пособия стали недоступнее. С января 2017 года в силу вступили изменения по социальной поддержке населения. Они коснулись многодетных семей, детей, которые не смогли попасть в детские сады и молодых мам от 22 до 24 лет. Новые условия получения субсидий объяснили специалисты Северодвинской соцзащиты на ежегодной пресс-конференции. Стать многодетной семьей с этого года стало сложнее. Доказать свое право на господдержку предстоит 9 с лишним сотням семейств. Областной закон изменил формулировку этого понятия. Теперь многодетной считается семья с тремя и более детьми, прописанными с отцом или матерью. Для подтверждения хватит выписки из домовой книги. Кроме того, хотя бы один из родителей обязан быть гражданином России. Тот, кто докажет свое право называться многодетной, получит 30-процентную субсидию на оплату коммунальных услуг и детского сада, а также региональный материнский капитал в 50 тысяч рублей. Новые условия для многодетных появились и при получении ежемесячных выплат на питание, проезд и ежегодной на одежду. Раз в год будут рассматривать доход семьи на одного человека. Он не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума. На сегодняшний день эта сумма составляет 18 961 рубль 50 копеек. Получить субсидию на приобретение автомобиля могут теперь лишь семьи с шестью детьми и более, но только при наличии дипломопризнательности. Субсидия на улучшение жилищных условий. Выплачивается единовременно семьям, которые имеют семьи более несовершеннолетних детей. Составляет не более 2 миллионов рублей. И тоже добавилось условие – это наличие дипломопризнательности. Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей уменьшилось на 108 рублей. Оно составляет теперь 12 646 рублей и выплачивается до трех лет. Средний душевой доход семьи не должен превышать средний по региону показатель – 30 693 рубля. Эта цифра установлена на весь год. Новые условия получения пособий коснулись не только многодетных. Для пособия на ребенка, не посещающего детский сад, также необходимо проживание вместе с родителями и средний душевой доход семьи меньше полуторной величины прожиточного минимума. Полуторный минимум спросит из молодых мам, родивших первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет. Необходимо обратиться не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. То есть раньше, в 2016 мы назначали этот вид пособия. Необходимым условием было обратиться до 28 февраля 2017 года. Размер пособия остался без изменений. Он также составляет 30 тысяч рублей. Госпособия выросли более чем на 5%. Единовременная выплата при рождении ребенка составит 22 890 рублей. Ежемесячное пособие, не работающим за первого ребенка, 4 291 рубль. За второго – 8 583 рубля. Беременные жены, призванных на военную службу, единовременно получат 36 249 рублей. Пособие на ребенка военнослужащего по призыву составит 15 535 рублей в месяц. Алена Губаева, Владимир Богомолов, Вестник, Сибиродвинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова